Вот со скольки утра уже наловили? С пяти утра, ребят, сидим. С пяти? Да. Нету? Сегодня не березу. Рыбаки шутят, что карась из озера Самарское не очень-то и собирается отмечать день всемирного рыболовства. Поклевки почти нет. Но я все-таки решил ускупать своего червяка, ведь, как говорится, процесс даже приятнее результата. Пенсионер Александр Волков к сегодняшнему безрыбью относится с изрядной долей юмора. Именно к такому случаю сделал запас из пяти наживок. От классического червя до перловой каши. Это такой анекдот рыбацкий. На все, рыбачий-то ничего не берет. Он лезет в карман, набирает полную горсть мелочи и бросает. На, иди в магазин и купи, что тебе надо. Ивана Ермакова жена на рыбалку не пускает. Одного. Женщина сама не прочь поудить. В этот раз супруги разъехались по разным озерам. Дома взвесит улов. Проигравшему придется жарить карася. Она меня учит, как ловить. Так что иногда получается, она больше меня ловит. Я сижу с лодки, три удочки. У меня на береге одна удочка. Больше меня ловит. В этом году самарских рыболов любителей ожидает приятный сюрприз. В Екатерине, в Кебезенчукского района, начинается строительство рыбоводного завода. Местному управлению по рыболовству удалось добиться государственного финансирования. Будем строить завод уже стационарный, неплавучий рыборазводный. И производительность будет не 600 тысяч штук в год. Два миллиона штук в год. Стерлиза. И плюс миллиону пять, восемь щуки. Через две с половиной недели рыболовы встретят еще один праздник. Каждое второе воскресенье июля в России и Украине отмечается День рыбака.